Здравствуйте, друзья! Вы на канале Уютное Чаепитие. С вами я, Ирина Резвая. Белье гладила. Вот все. У меня уже утюг остыл. Почти остыл. Сейчас я его... Ну, тепленький. Сейчас я его пока уберу, потому что бусинка у меня тут мало ли будет скакать на столе, чтобы утюг не уронила на себя. Уберу его. Смотаю и уберу. Так, что я делала сегодня? Ничего не делала. Хлеб сегодня пекла. Думала, напряжение у меня подведет. Нет, все нормально. Коля ушел. Я замесила тесто. Пекла в этих старых формах, которые у меня были. Новые еще пока не трогала. Даже еще не подготовила. Вот так. И еду сегодня никакую не готовила. Сегодня у меня такой, знаете, свободный день. Вот и занималась глажкой. Тут у меня, конечно, еще постельное надо все выгладить. Кто со мной на канале давно, знаете, что я по краям все обглаживаю, складываю друг на друга. И уже потом беру и потихонечку погладила, убрала, погладила, убрала. Остались у меня наволочки. Я сегодня полотенце выгладила. Там какие-то футболки. Что еще? Ну, в основном тонкие полотенца, потому что... Такого ничего не осталось. Все было выглажено. Занавески. Тюль вот погладила. Надо еще крючочки купить. Наволочки осталось еще погладить. Целая гора наволочек. Накопила. Видите, долго не занималась. Это я сверху стелю вот такую ткань. Это вот с новой дачи. Ну, с дачи, с которой мы купили. Мне ее было жалко выкидывать. Как беленькая занавесочка. Там есть такие пятна, которые не отстирываются. Ну, знаете, чисто вот так вот постелить, прикрыть. Потому что бусинка без меня может бегать. Может и шерсть от нее остаться. Ну, а так вот не обидно будет. Сняла, встряхнула и все. Я все время так. Потому что мне жалко. Здесь у меня чистая постельная. Но мало ли заскочит, чтобы не запачкало тут ничем. Да и чтобы не пылилось. Потому что сегодня вечером мне обязательно надо будет разделаться с оставшимся бельем. Потому что ты одно гладишь, другое уже сохнет. Ну, по крайней мере, все постельное будет выглажено. Так, ну чего. Я сейчас собираюсь. Я иду к Насте. Надо мне отнести ключи от квартиры. Мы договорились где-то часиков в шесть. Но мне еще надо в магазин зайти, в гостиницу в Саньке купить. Фруктов каких-нибудь, да конфеток, да. Тут тушенка еще осталась. Тушенки отнесу. Вот. Увижу хоть его. Может быть, разрешит она мне его снять. Посмотрим, друзья. Сейчас прогуляюсь. Кате сегодня не надо. Ката сегодня вся в работе. Говорит, мам, у меня сегодня заказы до самого вечера. О, не заказы. Как она там называется? Ногти. Время, короче, забито. Это у меня заказы. А у нее тут все по-другому. Так что сейчас соберусь и пойду. Коля сейчас придет. В шесть часов будет ужина без меня. Стол я не убираю. Потому что сядет, может, сюда будет телевизор глядеть, да, покушать, да. Ничего не готовила сегодня, ничего не делала. Только занималась сглажкой. Все. Все у меня осталось на сегодняшний день. А на завтра не знаю, чего. Будет день, будет пища. Надо пойти прогуляться, надо встряхнуться. Потому что у кого не спрошу, все в таком состоянии. То ли давление у людей, то ли люди уже устали от этой зимы. Вроде бы морозов столько не было. Но вот нехватка солнца, наверное, друзья мои. Все-таки нехватка солнечного света. Потому что у нас только люди зимой такие. Вот правда, кого не послушаешь, как январь или декабрь. Он вообще такой темный месяц, да, считается. Это только зимой. Летом никого по квартирам нет. Все на дачах, все в цветах, в овощах. И цветы мне надо купить. Не знаю, какие цветы покупать. Я даже не знаю, чего растить. У меня когда было желание ездить на ту дачу, на месте которой мы сейчас строим новую, я ведь садила там астры. А садила я их, я даже не помню, я вообще делала рассаду или нет. Не помню. По-моему, я... А где мне рассаду было садить? Наверное, нет. Может быть, я так их садила. Они у меня взошли. Может, лето такое было теплое. Но у меня астры, они, конечно, выросли. Зацвели уже позже, чем вот, например, у остальных. Но они у меня были такие пышные, такие красивые. И долго-долго в цвету стояли, прямо до самых заморозков. Потом там еще мне соседка давала какие-то цветы. И, знаете, друзья мои, не хочу я делать грядки под цветы. Но вот эти пионы или там, например, георгины, это да, это ты делаешь прямо в земле, да, у дома. Они же здоровые цветы, такие кустовые. А вот, например, что еще? Вот что можно посадить? Ноготки я не люблю почему-то. Ноготки не люблю. Я люблю вот астры. Катя у меня любит очень флоксы. Говорит, флоксы вообще мама обожаю. Вот, но их, не знаю, может быть, тоже лотки какие-то под них покупать. Надо посмотреть идеи. Я не хочу, знаете чего? Не хочу, чтобы они у меня были именно грядки с цветами. Там ведь видели вот такие мосточки у нас. Вот я хочу, чтобы на этих мосточках, ну вот, например, с одного края и с другого. Надо что-то придумать, короче. Надо что-то придумать. Но это я сейчас говорю. Я же даже не представляю вообще, что я буду делать весной. Я даже не представляю. Я даже не знаю вообще, стоит нам теплицу покупать или нет. Как я буду вообще? Я говорю, с меня такой дачник. Это мне вот надо советоваться с нужными людьми, вернее, со знающими людьми, неправильно сказала, извините, которые вот впервые все это покупали, эти теплицы. Коль эта теплица установит, он сделает все и внутри сделает, как положено. А что мне там внутри делать? Какая земля там нужна? Ну, что раньше теплицы были? Это сейчас у нас, ну, я не знаю, это, наверное, только богатые люди, да, возят землю покупную в теплице. А так ведь, наверное, все пользуются землей, та, которая на огороде. Друзья мои, напишите, вы только не подумайте, что уж я тут настолько, я просто, ну, я этого не касалась. Я никогда ничего не выращивала в теплице. Ну, была вот теплица у меня у бывшей свекрови. Ну, как-то она землю она никогда не возила. Она очень много возила навоза. И дети у меня ей помогали. Ой, у меня Колюшка, что ли, идет. Коль, ты что, уже домой? Да. А ты что, сегодня машине? Тебя подвезли? Подвезли, да. О! Коллега подвез. Коллега подвез? Да. Кто, Дима, что ли? Нет. Нет? Вот, а я вот сижу, Коль, слушай, вот делюсь с друзьями, что с теплицей-то делать будем? Мы будем теплицу покупать или нет? Надо будет покупать все равно, ой, доски надо будет покупать под теплицу. Я не знаю, бревна или фундамент зальем. Надо купить эту, как он называется-то, вот эту мешалку. Вы слышите, что он говорит? Бревна, фундамент. Нет, бревна, я думал, если бревна под фундамент теплицы, то бревна. А если фундамент заливать, то фундамент заливать. А что, надо еще и фундамент заливать? А как, конечно, на теплицу, ну что, поставить? А что, надо на землю ставить? Конечно, нет. Нормально, да? Деревня. Что сразу деревня-то? Кито. Кито. Вот видите? Я вообще не понимаю. Он-то все это знает. Он ставит. Его там сколько на дачах просили эти теплицы ставить, устанавливать? И чего? А землю откуда брать? Привезем землю откуда? А какую мы землю будем везить? Покупнуешь, что ли? Зачем? А какую? Можно поставить и в этом году тресты натаскать и земли потом навозить. Она перегнилется. Треста, друзья мои, это... Коля? Ты не раздеваешься, ну ладно. Ну, ты что? Что такое треста? Помните, я вам показывала, когда идешь к реке, там же приливы-отливы... Ну, этот тростник вот этот, зеленый. Этот тростник, который вот растет в реке. Его по осени и по весне отрывают и на берег выкидывает в шторма. И она потом сохнет. Там как целое, вот как настил идет от этого, вот от всего. Как настил такой. А ты говорил, что в этой тресте кто-то живет? Кто живет? Внутри. В тресте. Не ты говорил? А кто мне говорил, что в этих трубочках кто-то может жить в тресте? Кто там может жить? Они какие-то червяки. Ну, червяки-то пускай живут. Ага. Я-то думаю, кто там? Хорошо, хоть змей нету еще. Вот так вот. Вот он знает, а я не знаю. Землю, говорит, привезем. А откуда мы ее привезем? Ну, тоже, значит, знает, откуда. Ну, там возят. Я вот, конечно, редко. Я вот увидела у Геннадия Петровича тогда. Земля, по-моему, была привезена. А чего я говорила-то? Вот у меня бывшая свекровь. Они когда приобрели дачу, она тоже никогда у ней дачи не была. У нее были грядочки у сестры. Когда сестра была жива, у них там участок... Ну, вот сейчас я вспоминаю, мне казалось, что такой большой участок был. Ну, все-таки свой дом, там банька, там под картошку был участок, грядки. И вот ей были отведены грядочки. Теплицы не было. Никогда не было. Я не помню, вот у нее у сестры была теплица или нет. Выращивали чего там в теплицах. А потом, когда дачу они вот со свекром-то у меня тоже... Когда еще свекр был жив, они купили участок. Не купили. Тогда, подождите, тогда, наверное, выдавали им от организации по шесть соток. Не купили они. Выдавали, да. Дорожникам. Вот. И она занялась тут грядками-то плотно. А рядышком был... Рядышком был коровник. Где-то... Где-то рядом был... Ой, как же вам сказать-то, друзья мои? Коля, как называется место, где стоят коровы? Чего? Вот как называется место, где коровы живут? В коровник. В коровник? Да. Вот. Был коровник. Но мы не знали, где он... Но они паслись коровы. Это все вот на полях около дачи. И там этого навоза было. Там было невозможно пройти. И вот мы все время на тачке. У меня сыновья возили. Все вот эти лепухи собирали. Она все. И это все по поливке все на речку ходила. Вот. Она все с этим... С этим навозом. Навоз возили, песок возили. Вот у нас почему-то, когда с картошку мы садили, были еще поля тоже дорожников. Каждую весну привозили песок. И чем больше песка было на полях, тем лучше была картошка. Это что, тоже от земли зависит? Что вообще вот прям в песочной земле такой вот, чтобы побольше было песка. Я помню, как мы этот песок с бывшим мужем растаскивали. Ведрами, тачками. Песок. А потом... Напор такой плохой. Опять напор плохой, да. Мне соседка Наташа звонит и говорит. Говорит, Ира, вода есть в доме? Ему, говорит, еще не дома. Я говорю, ты так, не пугай старую больную женщину. Я на дрожащих ногах. Пошла до ванны, вода течет. Еле-еле. Опять где... Ну, видите, я вам говорила. Не постели-ка вот эту вот штуку. О. Ну, короче, очень маленький напор. Видать, где-то опять авария. Ну, ты посмотри, а. Я вот только что рассказывала, что вот постелила вот тряпицу, чтобы у нас бусеныш тут вылеживал, да? Бусеныш. А Калёныш будет сейчас тут кушать, наверное, да? Я сейчас ухожу. Я к Насте выйду сейчас. Вот Кате сегодня не надо идти. Да. Вот так вот. Так что, да, надо... Что, будем теплицу-то ставить или нет? Они дорогие вообще? Не знаю. У меня есть в задумках, какую теплицу. Как мне надо, чтобы она вот была. Чтобы с фундаментом она была, знаешь, такая. И внутри, чтобы мосточки были. И всё так было красиво. Да. Чего? Ну, не такую же... Колотить плотником тебе надо заделать. А что, их колотить, что ли, надо? А как, мосточки колотить надо? А мосточки колотить? Потом под фундамент надо же опалубку делать. А что такое опалубка? Ну, пиздосик, каркас, короче. Так, Коля, ты же всё это умеешь. Так тебе надо-то. Ну. Так ты мне покажи, так я буду колотить. Чё, думаешь, мне сложно колотить? Ты мне покажи, так я приколочу, куда надо. Ну, всё, покажу. Ну. Я вообще хочу печку сделать на даче. На улице. Из тех кирпичей, которые у нас есть. Я уже смотрела в интернете. Да. Самого же дела? Да. Точно? Да. А ты мне будешь помогать. Надо глину откуда-то возить. Не знаю, на бетонную мешалку. О-о-о. На улице-то можно и эту, цементом. Вот. Я видела в интернете цементом. На улице, да? Да, на улице, на улице. А в доме надо глину обязательно. Мы когда с Колей собирались покупать тот дом, помните, я вам рассказывала, там у хозяина дома на улице, ну, он такой был законопослушный, по-моему, он был из органов, да? Мы тогда вот как-то подумали, что он бывший из органов, и он такой законопослушный. К чему говорю? Потому что запретили делать шашлыки на территории, а так как запретили, а хочется мяска, у него была сделана печка. Вообще классная. Но она не такая, прям шикарная, все. А вот сделанные шашлычки можно сделать, и чайничек вскипятить. Вот я тоже хочу печку. А кирпичей у нас старых полно. А из старых же можно делать? Угу. Можно. Что такого-то, да? Конечно. А она под дождем будет стоять, да к чего? У него же стояла она под дождем. Ну, ничего. Или ее чем-то укрывать надо будет? Печку-то? Да. Раствором замазал так же, а штукатурил цементно, и все. И она будет под дождем, ничего с ней не делается? Ничего с ней не будет делаться. Угу. Ну и беседку все равно накладить. Господи, да. А что? Короче, у меня уже губа размоталась. Нам машинку, машинку купить, губы загадочные. Это проще будет, дешевле, Коль. Вообще, что-то я разболталась. В основном, друзья мои, идти уже без десяти. В общем, смотрите, если Настя разрешит там поснимать Санька, то я, конечно же, его поснимаю. Он подрос. Они приходили, когда мне ключи приносили, так он такой уже большой стал. В школу сегодня не ходил. Смотри, как бусенок смотрит на тебя. Глаза аж такие стали. Где она? А? Я смотрю. Такая... Смотри. Слушай, Коль, там это греча и рыба. А рыба-то где? В кастрюльке, в холодильнике бери. А Кириллова это? А он уже не будет больше ее кушать. Ну, он наелся, да? На ужин что-то ему... Может быть, я молока куплю, так молочную кашу сварю? Я же недолго там буду-то. А что я тоже надоедать-то буду? Ладно, друзья мои, увидимся еще. Все, видите, наговорила. Вышла на три минуты предупредить, что ухожу.